Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире полчаса Леги Когу с депутатом эстонского парламента Валерием Корбом. Здравствуйте! Лето, июль, парламент прекратил заседание в большом зале своей, и сейчас, поэтому, нашу передачу, наверное, по нашему обыкновению, в таких случаях, надо начать с темы по выбору, которую вы предложите. О чем бы вы хотели сказать телезрителям сейчас? Ну, первая тема, которая, прекращение работы, да, парламента, то есть сессии, это не означает, что парламент прекратил свою работу, и мы самые большие, наверное, нарушители вообще законодательства, если честно сказать, потому как у нас официально нет отпуска, поэтому мы работаем вот уже 6-7 лет, наверное, после того, как Кристина Ойланд и компания, команда ее инициировала поправки к работе парламента о том, что депутаты не уходят в отпуск, они получают те же самые пособия, которые давалось для того, чтобы организовать свою работу и так далее. Поэтому сегодня парламент продолжает работу, плохо или хорошо, естественно, может быть, не так остро выходит на первый план вся деятельность, но тем не менее мы работаем. Поэтому говорить о прекращении работы, наверное, скажем так, на какой-то срок, может быть, у журналистов тоже есть отпуск, правда? Есть, конечно. Да, они меньше описывают или говорят о том, что происходит в парламенте. Но тем не менее работа продолжается, и все эти наболевшие точки, которые, может быть, не было возможности сделать или как-то обсудить и на месте, и подумать об этом, скажем, и самой партийной работе, и вообще, скажем так, понять, что же в этой области что-то происходит, это часто и откладывается на лето для того, чтобы спокойно возможность обдумать об этом. Но вот если говорить о теме, которую хотелось бы затронуть, то я о таких две темах, которые обязательно надо сказать. То есть печальное событие о том, что ушел в мир иной руководитель, основатель, я считаю, человек, который был мотор нашей футбольной команды, а сначала Алка, сегодня Ярви, Виталий Туляков. Поэтому хотелось бы выразить соболезнования родным и близким, всем, кто знал его, энергичного, такого, я бы сказал, пробивного, что ли, человека, который был фанат все, что происходило с футболом на Северо-Востоке, поэтому вот светлая память об этом человеке по-разному, может быть, оценивает его деятельность, но я скажу, что мои встречи с ним были достаточно продуктивные, и всегда мы находили общий язык, несмотря на то, что иногда даже и помочь-то, в общем-то, было не так много возможностей. Поэтому вот такое печальное событие, еще раз соболезнования родным и близким, и надеюсь, что вот руководство, кто сегодня находится, руководство нашего футбольного клуба Ярви, продолжит это дело, которым занимался более 10 лет Виталий. Второе событие, которое я хотел бы тоже отметить на этой неделе, такое значимое событие, это, конечно, по средствам массовой информации, в Дельфе прошла информация о том, что на этой неделе, 29 июня, конкретно было 80 лет, и 80 лет нашему уважаемому человеку, городскому почетному гражданину города, Кухлая Роман Ивановичу Шеремета, исполнилось 80 лет, и я хочу поздравить его с этой датой, потому что это действительно эпоха, это действительно время, когда Роман Иванович был во главе города, и когда он действительно сделал много для того, чтобы сегодня вот те задумки, которые его были, они сегодня существуют, они сегодня работают, и Роман Иванович, хочется вам пожелать хорошего человеческого счастья, благополучия, здоровья, и живите еще очень долго, и будьте вместе с нами. А почему я хотел подчеркнуть особую роль для моей жизни, даже Роман Иванович, поскольку это человек, который на заре, на первых шагах, когда и я делал свои первые шаги, скажем, в городской управе, или в городском собрании, для меня это был, конечно, эталон человека, который обладал, я бы сказал, такое слово, огромнейшей трудоспособностью, потому что его можно было видеть поздно вечером в городской управе, одно утром, на объектах, куда свои маршруты, которые были, и ведь не только городское хозяйство, но и перспективы развития города, в том числе и вот эти большие начинания, которые были связаны с вот таким быстрым оформлением, как города Кухлаяри, поскольку, давайте честно скажем, что ведь повернуть на расстоянии где-то 15-17 километров три основных части города, которые, я считаю, киты, киты были в Кухлаярве, это Ярвецкая часть, и их в Кухлаярве, и в Кухлаяре существующей Ахме, это достаточно сложно. В чем тут смысл? Смысл заключался в том, что очень быстро, создав Ярвецкую часть вокруг ослабцеперерабатывающего комбината, пришло осознание от того, что нужно как-то дальше расселять людей, которые работают на этом комбинате, на этом комплексе, расселять людей подальше от производства, химического, вредного предприятия. С этой большой целью и была начата реконструкция и задумка об жилом массиве, о квартале, который мы называем Ахме. Вот в 92-м году, еще раз повторю, мы здесь в студии неоднократно об этом говорили, в 92-м году этот процесс был несколько видоизменен, поскольку ИФИ получила статус самостоятельности, и фактически вот это сердце, административное сердце, которое предполагалось у тех людей, которые руководили городом в 80-е годы, которые додумывали, оно фактически было из этого большого комплекса изъято. Поэтому, видите, человек отмечает 80 лет, а его работы сегодня, откровенно говоря, живут, продолжают, и я думаю, что будут времена, когда все это все равно будет в едином комплексе, и из-за думки этого человека, человека будут вместе с нами, несмотря на то, что уже прошло достаточно много лет. Поэтому, Роман Иванович, вам огромный привет от всех, кто вас знает. Сегодня вы живете не в Кухлоярве, но тем не менее вас помнят, и желают вам здоровья и благополучия на долгие лета. Спасибо. Наша передача больше затрагивает обычно политические проблемы, и поэтому никак нельзя обойти такую большую тему, как Brexit. Как известно, большинство жителей Британии на референдуме проголосовали за выход своей страны из Евросоюза. И на протяжении уже нескольких дней это такая главная мировая сенсация. Неизвестно, не совсем понятно, как будут развиваться события дальше, поскольку там и противники выступают, Brexit какие-то юридические моменты выискивают и так далее. Тем не менее, в любом случае, это было событие огромного значения, и как бы дальше дело ни пошло, ни Европа, ни мир уже прежними не будут, такими, как они были всего 10 дней назад. У нас, прежде всего, интересуют проблемы Эстонии. И вот, Валерий Николаевич, вы, естественно, общаетесь на своем уровне с парламентариями, с политиками эстонскими. Во-первых, первый вопрос в отношении этого такой. Чувствуется ли различие какое-то в оценке Brexit у представителей правящей коалиции Эстонии и оппозиции? Какое-то есть различие, на ваш взгляд? Или так все одинаково к этому относятся? Ну, сегодня очень многие, что тут греха таить-то, оценивают эту ситуацию. И, по крайней мере, уже сегодня те, кто был евроскептиком, они более так, я бы сказал, неожесточенно, а более, наверное, так разумно подтверждают свою мысль о том, что сходиться в большой Евросоюз, в котором проживает более 505 миллионов, наверное, было просто неразумно. И сегодня, наверное, их голос, подтвержденный таким результатом, которым мы говорим о референдуме в Великобритании, звучит гораздо, на мой взгляд, в средствах массовой информации, сегодня гораздо активнее, гораздо аргументированнее. И ведь фактически с созданием Евросоюза, вот та зона, которую мы называем, там, страны третьего, скажем, мира, да, то есть те, кто входил в бывший Советский Союз, сегодня перешедшие на сторону в приграничном, скажем так, географическом положении, ушли в Евросоюз, они ведь фактически сегодня, скажем так, из одной большой системы, политической системы, иногда в истории эти системы называют империей, но империи существовали и 10 лет, существовали и 50 лет, и существовали гораздо, видите, меньше, получается, несколько больше. Но ведь мы из одной системы ушли в другую, где все равно централизация власти не достигла, может быть, такого уровня, как это было, может быть, в Советском Союзе, но тем не менее, вот за 10 последних лет которых, или точнее сказать, почти 10 лет работы в парламенте, я вижу, что, например, часто очень вопросы, которые поднимаются на заседаниях комиссии, не идут, вот в соответствии с директивой Брюсселя, такого-то, такого-то числа вы должны были там по рыбному хозяйству, по выбросам в атмосферу, по использованию природных ресурсов, почему вы должны сделать так. То есть шел процесс достаточно, скажем так, целенаправленного, целеустремленного, целеустремленного процесса централизации, централизации всей власти. У нас ведь единый, наверное, только один механизм, когда собиралась банковская система, все равно она сегодня, скажем, подчинена вот этим правилам, а если банковская система подчинена правилам централизации, то и волей-неволей начинается, и подтягивается законодательная власть. Просто мы так быстро, наверное, не успели это еще сделать за существование или ухождение, фактически, это вот второй десяток лет-то. Поэтому то, что произошло в Великобритании, это, конечно, не значит крах вот этой всей системы. Более того, ведь очень серьезная поддержка всегда была и остается наверняка заокеанским руководителем мира, я имею в виду Соединенным Штатом Америки, потому как они ведь очень много диктуют, и сейчас очень большие... Мы с вами здесь тоже в студии, с Игорем, говорили о том, что подписание большого соглашения между, скажем, в большей степени Северной Америкой и Европой для создания некого экономического такого конгломерата. Много было противников и много сторонников, но, тем не менее, эта работа идет, и тут вдруг такой всплеск кол от людей, которые в Великобритании, которые больше привыкли жить, наверное, думать о себе, о своей идентичности, как большое государство, имя которого Великобритания. Но ведь это референдум, это же не значит, что если сегодня мы говорим о решении, его должен утвердить еще и парламент, ведь в Великобритании сам, да или нет, ведь есть какое-то время подумать на том, куда идти и каким путем, потому что как посмотреть на это мнение людей. И сегодня ведь не зря. Для меня было очень интересно, когда на следующий день, буквально на следующий день после проведения референдума и объявления его результата, сразу же начался сбор подписей, давайте мы повторно это сделаем. Но вот мне бы хотелось, наверное, помятую о том, как проходит выборная кампания у нас, чтобы у власти, которая находится в Великобритании, может быть, предложить помощь не только, собственно, вот, что же дальше делать, а может быть, ввести электронное голосование, как в Эстонии. И почему бы нет, и потом руководить вот этим электронным голосованием, манипулировать мнением народа, который высказал вот свою точку зрения, опустив бюллетень в урну для голосования. Поэтому очень многие сегодня в растерянности, очень многие сегодня ищут пути, как же это выйти. И наверняка это больше сейчас все-таки, как бы, скажем, поле обсуждения журналистов. Ведь один только и такой открыто высказавший свою точку зрения, а не кто иной, как коллега Игорь Грязин, который конкретно, он и был всегда евроскептиком большого, высказал свою точку зрения. Остальные все так достаточно лояльно относятся к событиям, которые проходят, и никто конкретно сказать не может, а что же будет в конце концов в действительности. А в действительности будет обсуждение верника в парламенте Великобритании, который четко скажет о том, что да или нет. И больше всего сегодня, конечно, их беспокоит о том, кто же будет премьер-министром Великобритании. Потому что премьер-министр заявил о том, когда начался тот процесс, о том, что если победят скептики нахождения Великобритании в парламенте, в Евросоюзе, то тогда я уйду в отставку. Тогда правьте и ставьте, кого хотите на это место. Я не буду работать на хозяйство в Великобритании. Поэтому премьер-министр сегодня такая двойная роль в этом. Но, на мой взгляд, простите, что так очень долго, потому что это тоже дал толчок для мысли. А действительно, что же может произойти? Каково будет мнение других парламентов, других парламентариев? И видите, тут северные соседи, финны тоже говорят о том, что вот нам надо тоже референдум провести. Но вот немножко мыслями посмотрят, как всегда, наш политический, скажем так, корпус посмотрит о том, что же вокруг происходит. Потом будет или какое-то воззвание, или какое-то обсуждение каких-то проблем. Но, тем не менее, я думаю, что просто так это, в общем-то, не может пройти ни для одного человека, ни для одного парламента Евросоюза. Спасибо. Переходя к эстонским проблемам, связанным с Брекситом, можно ожидать, что как-то заметно изменится экономическое положение Эстонии, ее политика в связи с этим? Конечно, это все на уровне пока предположений, но какие-то, может быть, наметки есть? Я думаю, что экономика государства, или, точнее сказать, цифры, которые вот финансовые, скажем так, объемы, которые проходят в эстонском государстве, которое имеет название Эстония, в котором проживает миллион триста, там, сорок, триста пятьдесят человек. Это ведь, посудите сами, из 505-506 миллионов проживающих, это очень маленькая толика вообще все, что происходит. Другой вопрос от того, что ведь это тоже не процесс такого, что сегодня, хотя некоторые, например, Коксим Каллас сказал, как можно быстрее надо решить с Великобританией, чтобы никаких не было бы, не было бы двуязычного, такого двусмысливого принятия решений. Поэтому я не думаю, что для экономики сегодня этих цифр, что такое бюджет Эстонии? Восемь с половиной миллиардов. Это на фоне огромного Евросоюза, это практически ничто. Поэтому я не думаю, что это для нас какая-то будет, какая-то будет такая большая трудность. Но вопрос ведь сама политика Евросоюза, вы помните ведь с Грецией, помните ведь ситуацию, скажем, с той же самой Португалией, с той же самой Исландией, когда Ирландия, простите, которые достаточно, достаточно были в трудных ситуациях, и когда вот этот большой спонсор, большие спонсоры, когда Германия, Франция, Италия, которые являются основными спонсорами, спонсорами вот этого всего большого политического такого хозяйства и экономического хозяйства, они ведь практически сейчас еще не сказали ни свое слово, их механизмы, они работают. И это же ведь не произойдет уже сегодня в один день, завтра скажут все, вот Великобритания уже отдельные государства, отдельный остров уже, скажем так, визовые режимы совершенно другие, люди туда поехать не смогут или все. Я думаю, что этот процесс, если это будет происходить, он будет такого медленного толка, как и вхождение точно так же, ведь помните, сколько лет готовилась Эстония, чтобы выполнить, например, нормативы, надо, чтобы войти туда. Поэтому этот процесс и выйдет. Я не думаю, что это будет сейчас очень резко, но вот посмотрим, еще раз повторяю, вернусь к мысли о том, что это, конечно, самое большое, на мой взгляд, сейчас решение, решение за парламентом Великобритании, который скажет свое слово, ведь все-таки законодательную базу законов в государстве является у парламента, и он должен решать, а не даже выборы, потому что ведь участвовало, ведь не 100% населения, участвовало, цифра эта гораздо меньше, поэтому все зависит от того, насколько действительно будет продвигаться событие в Великобритании. Но бояться от того, что, на мой взгляд, бояться от того, что, простите, о том, что это может пройдойти в одночасти, это как-то будет играть на, ведь этот большой механизм, который разворочен в Евросоюз, наверное, не стоит. В Консервативной Народной партии Эстонии с ее стороны, так сказать, уже отчетливо прозвучала мысль о том, что есть смысл также подумать о референдуме, на котором народ Эстонии мог бы проголосовать за или против, но во время вступления референдума не было, тем больше оснований вроде бы сейчас поднять этот вопрос. Как вы считаете, на ваш взгляд, при общих настроениях, понятно, что правящая коалиция против Brexit, достаточно отчетливо уступает, это напрягает их, используя такой термин. Вот такая перспектива вообще есть в Эстонии на проведении этого референдума? Или это останется, опять-таки, на уровне таких разговоров? Ну, видите, ведь раньше же была известная формула, если ты знаешь ситуацию, что творится вокруг, ты наделен информацией, ты владеешь миром. Поэтому все эти социологические исследования, которые проходят, это не что иное, как понятие о том, выборка очень, конечно, маленькая, поскольку это небольшое такое событие любого, жизни любого государства, каким является референдум. Ну, полторы тысячи, две тысячи человек, можно вы, как социолог, и журналист, сами понимаете, и говорили, что это же ведь, скажем так, только маленькая толика того, что можно бы, что бы хотелось бы узнать, что думать по этому поводу населения, которое живет вот в этом государстве. Поэтому, с одной стороны, я считаю, что вот заявление, скажем, сегодня Хельми, в последнее время консервативная партия очень много делает заявлений, скажем, такого толка, популистского толка. С другой стороны, ведь ничего плохого нет, если, например, в Эстонии будет система, при которой, скажем, не только вот по событиям в Великобритании народ выскажет свою точку зрения, ведь есть государства, которые, например, в Швейцарии, где проходятся, скажем, референдуми по наиболее важным законам вообще, в принципе. Вот мы хотим принять закон о сожительстве, например, давайте проведем. И кому-то система проведения вот этих опросов нравится, кому-то нет. Это, конечно, берет очень большое количество, скажем так, сил, здоровья, энергии и финансовых состояния для того, чтобы это все провести, но тем не менее, если мы сегодня, скажем, хвалим себя о том, что мы такая интернетная страна, интернизированная страна, наверное, вот это такое слово можно использовать. Почему бы это не сделать, например, очень быстрые блицы опросы, когда у населения есть возможность сказать то или иное, по тому или иному событию точку зрения. И я считаю, что вот таких референдумов можно было бы провести бы или таких опросов. Фактически, это ведь опрос населения о том, это же не законодательная база, просто спросить у населения, а что вы думаете по прямому выбору прямого, напрямую президента, например, да, что вы думаете по тому, будем ли мы, например, возможны, скажем так, присутствие в Евросоюзе, Эстонии дальше. Конечно, сегодня руководящие силы, направляющие силы боятся, скажем так, и те, кто подписал тройственный союз, или будь это двойственный союз, или партия, находящая власть, конечно, она боится, собственно говоря, таких новых оживений в мыслях людей, потому что это все равно приведет к дискуссии, это приведет к вопросам журналистов, это придет, в конце концов, к ответам людей, которые живут на этой территории. Поэтому, если бы это не было, может быть, такого политизированного направления референдума, я думаю, что почему бы не спросить население о том, что происходит в Великобритании, это как раз не по той же позиции, в которой центристы всегда выступают, мы выступаем и говорим, что давайте проведем референдум, хочет ли народ напрямую выбирать президента. Ну вот, давайте спросим у народа. Сегодня есть возможность спросить у кандидатов, например, в президенты, а что вы думаете по прямому выбору? Единственный человек, который открыто сказал на заседании нашего центристского ЦК, когда вот Оля Когу собиралась несколько недель назад, когда Майли Срэпч четко сказала, что если она придет, будет президентом, первый закон, который надо принимать, это она иницинирует закон о прямых выборах президента. Президент говорит о своей должности. Я считаю, что это правильно, это считаю, что сегодня открыта и прямая позиция. А все другие как-то вот эти кандидаты, которые ставят, они как-то этот вопрос пытаются обойти, уйти в какую-то сторону, в другую сторону об этом. Ну, почему бы это не сделать? Поэтому сегодня все, что касается вашего вопроса, мне кажется, почему бы, например, население не могло, скажем так, сказать, свою точку зрения. Я думаю, что это усиливает роль народа, усиливает роль вот этого миллиона 360 тысяч, 340-50 тысяч человек, простите, сказать свое слово. Но у нас же есть целый слой. Давайте вернемся опять к серым паспортам, которые практически ведь было 220 тысяч, сегодня это меньше 100, уже меньше 90 тысяч уже людей, которых нету права голоса, которые сказать, скажем, свое отношение к выборам, скажем, в парламент или к выборам того же президента. Поэтому давайте, наверное, отходить от этих догм, которые очень выгодны тем, кто сегодня находится власти и, в принципе, дадим возможность все-таки сказать свое мнение населению путем даже проведения референдума. Спасибо. Теперь хотелось бы прийти к нашему городскому уровню. Вот я уже слышал неоднократно в Курт-Леярве разговоры о том, что Brexit может оказать влияние на Курт-Леярве. Вот у нас все знают, наверное, об этом много сообщается, что запланированы большие проекты такие по улучшению города, по благоустройству. Это реконструкция центра Ахме, строительство нового спортхола и так далее, парк в северном и крае и так далее. И средства вот на это уже выделены, вроде все дело идет, но средства эти в значительной части европейские. Вот и с выходом Англии, если это будет происходить, там что-то может поменяться. Опять-таки, понимаю, что сейчас окончательно никаких решений нет, и все это непонятно, но вероятность какая-то есть того, что Brexit может как-то затормозить или повлиять в худшую сторону на вот эти проекты. Как вы считаете? Я думаю, что здесь четко подписаны все-таки договорные обязательства, которые уже подписаны. Подписан договор о том, что идет строительство, например, того же самого снабжения водой Оруска. 15-16 октября эта работа должна быть закончена. То есть, проектирование 8 километров, больше 8 километров канализации вода, она уже подписана, она уже идет. То есть, есть выделенные средства, которые на то, чтобы привести ту или иную работу. Поэтому есть четкая позиция о том, что ИАЭС требует, например, чтобы к 31 мая следующего года, например, по этому спортивному комплексу, о котором вы тоже говорите, о том, чтобы был бы уже готов проект. Поэтому все идет накатанность чередой по установленным тем же самым ИАЭС, КИКом или какими-то правительственными учреждениями установленными правил. Никаких пока сбоев в этой отношении я не вижу. И мне бы хотелось уверить, что вот эти проекты, которые мы в будущем должны будем даже закладывать, и на них еще деньги хватит, поскольку это такой ритм, который да, их не хватает, да, их меньше. У нас самая большая проблема не в том, что, например, там произошло сейчас в Англии. На мой взгляд, самая большая проблема в том, что мы на уровне правительства не ставим никто ведь задачу, скажем, чтобы наш бюджет, который там 8,5-8,6, чтобы он подрастал каждый год. Для этого надо изменить некоторую политику в экономике. Надо подумать, куда везти молоко, надо подумать, куда везти мясо, надо подумать, как действует наша транзитность, например, сектор, который должен приносить в государственную казну. А мы очень мало, мы очень-очень красиво пользуемся том, что нам сегодня экономика уже достигшего уровня дает, скажем, эти 8,5, но я все-таки грубо говорю о 8,5 миллиардах, которые в нашем бюджете государства есть, и мы его очень аккуратно пытаемся перераспределить, мы не пытаемся добавить. Но, Игорь, согласитесь, что это же как параллельно в каждой семье, ведь каждая семья тоже думает, а как я могу в себе, что я могу в себе, как я могу использовать свою голову, свои руки для того, чтобы достаток или, скажем так, финансовое благополучие моей семьи увеличилось. Почему мы на уровне государства об этом никогда не пытаемся сказать? Меня всегда вызывает такой неподдельный интерес к этому вопросу. Мы перераспределяем то, что нам предыдущее поколение оставило от того, что от предыдущего правительства пришло количество деревообрабатывающих заводов. Десятка-полтора я проходил как раз в парламенте у нас выставка, ежегодная выставка предприятий, с которой занимаются деревообработкой. И вот там полтора-десятка фирм достигло у нас и больше никуда. Конечно, никуда, потому что с одной стороны надо найти рынок, надо сделать, чтобы эта продукция дальше ушла. Найти отношения, которые раньше были, мы говорили о том, что первые годы, лет 10-15 назад мы говорили, вот мы этот кругляк, мы этот лес оттуда везем из бескрайных просторов Российской Федерации, завозим сюда, обрабатываем. Но и в экономике Российской Федерации происходит, сказали, кругляк нельзя завозить, давайте будете завозить уже полуготовые продукции, но за это будет по другой цене. И мы должны же об этом думать. Но почему мы не думаем о том, что сегодня мы же здесь, в студии, вот в прошлый раз, по-моему, говорили о поставке молока. По миру. Ну, удивляет цифра, когда 5% белорусы, белорусское государство, 5% вот в обороте производства молока занимает Беларусь. И куда это молоко идет? Так, естественно, это молоко идет в Российскую Федерацию. И наше, в том числе, неоднократно было свидетелем, когда наши молокозаводы, вернее, литовские молокозаводы, машины везут наше молоко к себе на производство, перерабатывая и находя рынок. И министр, еще раз вернусь к цифре, министр сельского хозяйства, соседнего, восточного соседа, говорит о том, что у него не хватает 7-8 миллионов тонн молока. Вдумайтесь в эту цифру. Поэтому, поэтому, до тех пор, пока мы будем ждать от моря погоды, в том числе и от Евросоюза, страх больше вызывает. Может быть, мне как бы уже, ну так скажем, большую часть производственной жизни не будем. Что мы будем делать в 20-х годах, откровенно говоря, в следующем, десятилетии, когда мы выпадаем из обоймы помощи Евросоюза как входящему государству. То есть, фактически, 2006, 2004, 2006, первый траж, потом идет 7 лет до 2014-2015 года, сейчас до 2021, а что мы будем делать там 22-й, 23-й, 24-й год. Ну, молодому премьер-министру нам следовало задуматься, ему-то еще гораздо больше шагать по жизни для того, чтобы как-то, в принципе, устраивать жизнь эстонского государства. Поэтому, чем быстрее мы будем думать о том, как бы наполнить казну государства, а не только оттуда брать и перераспределять, потому что прямой вопрос, откровенно говоря, прямые вопросы министра финансов, будь это Юрген Леги, и будь это сегодня Свен Сестер, который представляет правительство, и сказать, откуда взять? Конечно, неоткуда взять. Вот поле ограничено, 86-87 миллиарда. Ну, цены растут, изменяются, меняются, течет, течет совершенно в другом направлении, жизнь уже экономическая, а мы все равно остаемся на том положении. Если мы не будем переступать, ну, конечно, легче сегодня использовать, чем себе заставить, скажите, надо поехать и говорить о работе, когда большие государства, Германия, Китай, Соединенные Штаты, и Казахстан, Индия, Пакистан, все те, кто сегодня начинает, играют эту большую роль, Израиль, например, да, то есть, вы вроде маленькое государство, последнее заявление, я читаю, когда Польша говорит о том, что мы не будем брать у вас газ, будем брать из Российской Федерации, будем брать из Норвегии, на что президент соседнего государства говорил, ну, тогда придется маленькому Израилю продать, который потом перепродал с той же Польши. Ну, может быть, ситуация ведь обратная, когда могут быть и Эстонии перепродать, правда? Поэтому до тех пор, я, Игорь, считаю, что до тех пор, простите, но до тех пор, пока мы вот в такой ситуации находимся, не думая об увеличении бюджета государства, мы будем просто-напросто перераспределять то, что нам просто-напросто на блюдечки наша экономика не воздействует на это. Времена, когда либеральная экономика работала, мне кажется, Лар вовремя, в свое время, будучи премьер-министром, отпустил вождь на все четыре, делайте все, что хотите. Это было инвестиционно очень хорошее, выгодно, потому что свободный, большой поток свободных рабочих рук, делайте, что хотите, но сегодня, видите, это уже не срабатывает, время меняется. Спасибо. Уважаемые телезрители, на сегодня наша передача закончена, всего вам хорошего, до свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова